Человек современный, все что он после себя оставляет, эту срань, требует этой мрази не думать об окружающем мире, гадить под себя, в общем, вести паразитический хищнический образ жизни, прикрываясь всякими глубливыми моралистами, теориями, религиями, психотренингами и прочей серой, вонючей, мудатой. Здравствуйте, дорогие мои! Мы находимся в нашей маленькой Сахаридовне Восточной. Она не столь знаменитая, как в Сиатске и Песке, но тем не менее, имела некое влияние на умы, на энергетику этого зона. города, к сожалению, постепенно лес завоевывает песок, уступая место, в общем, уже другому пространству, меняя его, энергетику, а самое главное, затрудняя вид, и плюс, конечно, загаживание техногенное, то есть изначально это было насыпано землесосами в течение шести лет, предназначалось все для строительства домов, ведь наш город должен быть полумиллионным, с кучей всяких интересных роботизированных новых предприятий, заводов, автоматов, но это все похерили. московские упыри в 90-х, конкретика, допустим, тот же Гайдаришко, там и прочие мрази, когда они назвали этот город ошибкой природы, ну, то есть упыри приехали, высосали, сосуд до сих пор последний. Вот 20 лет назад здесь вообще деревьев не было, то есть просматривалось, насквозь были тяхлые маленькие деревья, ровно 21 год, да, в 2017, в 2007, ну, 11 получается. Ха-ха, хотя, можно сказать, и 20, может и 21, а сейчас уже залесенная такая зона, с той стороны дорога, вон там, вон мост, по дыму вышел, а вон там, вон, какие-то бичи сидят, ну, ладно, мы туда не пойдем, к сожалению, сейчас все это тоже загажено, потому что тут чистого места не найдется. Раньше был такой детственный песок, причем живой, были дюны, был ветер, дюны перемещались, потому что травы вот этой не было, незакрепленный, причем дюны такие, разновысокие, то есть поднимаешься на одну дюну, смотришь, открывается одно, спускаешься между ними, как бы попадаешь, ну, там 2-3 метра был разброс по высоте, и вот отсюда видно самую высокую гору, почти полтора километра, Чауба, вон она, сейчас я попробую приладить, если получится, объектив снять, но суть какая, что, почему это место энергетически сильное было, потому что тут находится пересечение, как бы, двух мощнейших энергетических земных потоков и одного водного, то есть бьет прямо вот сюда Амур, здесь он поворачивает от затопленного города, который на дне лежит, засыпан песком старый, допотопный, потом вот один распадок выходит, вот широченный, вон там второй, и они сюда, как бы, пересекаются в третье, точки, конечно, точно не скажу, где находятся, но где-то вот плюс-минус сотня метров в пределах, так, площади стадиона, тут, кстати, дерево росло интересное, но сейчас оно высокое. Раньше у меня была интересная квартирка, с видом вот сюда, и как бы, энергетика была потрясающая, чувство, и вдохновение, я тогда только музыкой начал заниматься профессионально. К сожалению, не удается приспособить вот эту вот трубу, подзорно она только к сотику приспосабливается, а увидеть в ней что-то плюс-бликует, потому что лишний раз берет об убожестве наших технологий, не универсальность, и вообще, слабость стандартизации, и работе на ресурс, который тупо расходуется в никуда, и ужасно низких потребительских вот, нахватив. Причем, что интересно, вот здесь было болото, старая железнодорожная нафть, на паром болото, было очень живое, водились всякие, не только гады, ну, зверушки, даже лисы забегали, крыс жрать хорьки там, жрать не только крыс, но и куриц, ну, сейчас это все, как бы, техногеном засрано, потому что там заправка, там Газпром свою построил говностанцию, как бы, что интересно, тут даже лиственницы есть, то есть, вообще, сам лес очень интересный был, потому что это вот растет трава, а поначалу тут рост северный мох, не с вами, и было, конечно, она, как северная пустыня воспринималась, то есть, на фоне моха, высота насыпного слоя порядка где-то 4-5 метров было, его, конечно, растащили тут на строительство, на дачке, помаленьку, как бы растаскивают, плюс засирают, это сейчас не видно, по краям такие помойки вывозят мусор, свалки дикие и прочее, ужас тут, вот уже подходим в зоне, где помойка сейчас начнутся от дороги, в общем, человек заботится о природе, как можно, заботится, заботится, никак не может ее застрять, поражает терпение природы, конечно, сожалению, вот моховый слой остатки не только техногеном, но и изменяющимся климатом, который явно стал теплее и просто в итоге он не вырастает, тут была эта подушка инфрация, ну вот, помойка, она, как бы, была насыщена жизнью, чуть ли не брус, не коротла, но, увы, сейчас это уже отмерло, и тем самым потеряла это место не только свое очарование, но и чай живой энергетик, при этом люди, которые живут в этом городе, как бы, вот этому чудесному месту абсолютно ничего не дали в жизни, кроме помойки и утилитарного использования, хотя тут можно было сделать, начиная просто от экзотического парка, да, с маршрутами автобуса, поставить скамейки, защиту от солнца, там, какие-то, высадить более-менее интересные те же деревья, как ветрозащитные полосы, для тенька, потому что те же лиственницы великолепно растут, ну, это такое очень интересно, на самом деле, вот эта лиственница для 20-летней очень хорошо растет, потому что, может, даже она и моложе, может, не 20, а 18, потому что очень глубокие корни у нее до воды дотянутся, вода внизу, ну, 6 метров пробить, слой, это надо иметь тягу, вот, канава уже всякая, сранька, и вот оттуда течет Амур, Хабаровска, здесь он поворот делает почти на 90 градусов, вот так, 70, скажем, такой резкий, самое узкое место, это вот въезд в наш город, если кто будет ехать на автобусе, вдруг, туда поедет, вон там мостик, поднимусь пока, вот вышка странная, все закрывает гору, то есть поганили просто, никакого фунгсуя, никакой эстетики, то есть, никакой архитектурной проработки, никакой, даже с точки зрения утилитарной, можно было извлечь, но для этого нужно одно, нужно любить, первое и главное, любить этот город, любить эту природу, дальневосточную, видеть в ней то, что вы оставите после себя, да, детям, внукам, просто другим, вашим потомкам, другим поколениям, увы, дегенераты этого не видят, им это нахрен не нужно, они видят только вот, для триала участок, котлован для свалки, когда был великий потоп, вода доходила практически, там край дороги, нас, спритык, следующий потоп, это все смой, возможно, даже этот лес, который таким трудом завоевывал в себе, это скупое, но насыщенное магией пространства, жизненное, вот въезд в город с Артабана, Артабана, что на две полосы с половиной, в общем, вот такой аум, увы, вот такой фэншуй, просто захотелось, что-то такое снять, доброе, но ностальгия, с оттенком ужасной горечи, и когда вспоминаю, что тут было, били ключи, можно было воду пить, а сейчас загаженные, какими-то красками, какой-то штукатуркой, говном каким-то химическим, там, отходами, и ГСМ, и строим, в общем, то, конечно, из заплеванных колодцев не пить, это одна из причин, это место покинуть, главное, потому что, живого тут уже мало, кстати, ночами тут гуляли реальные зомби, как-то я одного встретил, вот здесь на выходе, ломился у меня в машину, было очень весело, я сначала думал, человек отбила машина по пьяни, он где-то встал с обочины, и пошел, когда я увидел, вылет седной из глаз, а было около двух часов ночи, ну, если кто знает, что такое холод смерти, реальный такой, вот почувствовал сначала холод смерти, а потом увидел, кем, а потом фигуру, которая прям, по пустынной, обочине ломилась, с другой стороны, вот этой вот трассы, к моей, отсюда откуда-то, дороги, так что маги, маги тут тоже, были одно время, упырьки, выжили их малех, вот кукушка прилетела, птица вещая, самое интересное, что эта пустыня была полна, сердоликов, сейчас, конечно, найти труднее, но, тем не менее, если постараться, или просто иметь внутреннюю щойку, легко очень проверяется, то можно найти, отблеск солнца, магический, застывший в камне, с записанной информацией, отдадим его, тому месту, где он и был, nouvelles, основной информации, жёлтой, арестованной информации, поговорим сейчас,